Для абитуриентов Гомельской области, которые поступали в вузы региона, прошла первая волна ажиотажа и волнения вступительной гонки. По результатам испытаний конкурсного отбора на дневную форму обучения зачислено 2133 человека. Станут студентами-внебюджетниками чуть более 1120 молодых людей. Все вузы области отрапортовали о полном наборе абитуриентов на бюджетные места. Конкурс по этой форме обучения колеблется в зависимости от специальностей. Один из самых высоких сложился в Гомельском техническом университете имени Сухова. На отделение маркетинг 11 человек претендовали на одно бюджетное место. Правда, и набор на эту и другие очень популярные специальности был ограничен. Несмотря на большой конкурс и высокие проходные баллы, абитуриенты стабильно выбирают для поступления специальности экономического IT-профиля и направления по подготовке специалистов нефтегазовой отрасли. Наш традиционный вуз технический, поэтому выделять особо специальности, которые, так скажем, наиболее популярны, тут довольно сложно. В этом году нужно сказать, что в первую очередь по сравнению с прошлыми годами увеличился интерес именно к инженерным специальностям. Поэтому конкурс, по сути дела, на все специальности возрос, но особо хотелось бы выделить это, конечно, направление IT. Ну и в части самой популярной специальности, конечно же, у нас остается эта специальность разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. В этом году был конкурс 5 человек на место, ну и, соответственно, проходной балл составил 321 балл. Показатель в 321 проходной балл по специальности разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений превысили в ГГУ имени Франциска Скорины. Чтобы поступить на правоведение, нужно было набрать 324 балла. Такие высокие проходные баллы мотивировали абитуриентов сдать централизованное тестирование не просто хорошо, а отлично. В ЦТ прошли около 15 тысяч человек. Это на уровне прошлого года, отмечает начальник регионального центра тестирования Владимир Глазунов. Но вот количество тестов, которые выбрали молодые люди, увеличилось почти на 5 тысяч. В этом году пользовались успехом математика, физика и иностранный язык. Централизованное тестирование – это у нас фактически вступит на испытания в учреждения высшего образования. У нас в этом году порядка 33 абитуриентов получили 100 баллов. Если сравнивать с прошлым годом, это, наверное, немножко поменьше, потому что в прошлом году было больше 40. Но вместе с тем у нас есть достаточно такие знаковые оценки, как, например, по географии. Это ученик Светлогорской гимназии, он получил 100 баллов. Это первые 100 баллов по географии вообще за историю сдачи географии. Настоящей сенсацией среди абитуриентов в Беларуси стал еще один наш земляк, гимназист-излельчиц Виталий Клевец. Парень набрал 395 баллов на ступительных экзаменах в Белорусский медуниверситет. При поступлении я чувствовал поддержку всех своих родных, близких, учителей, тех, кто за меня болел. Я им очень благодарен. В том, что их теперь уже студенты первого курса – самые талантливые и успешные молодые люди региона, уверенные в ГГУ имени Франциска Скарины. Мы очень довольны результатами вступительной кампании. 1 608 абитуриентов стали студентами первого курса. Это самые подготовленные, самые развитые и интеллектуальные выпускники средних школ и средних профессиональных колледжей. В этом году в ГГУ были добавлены бюджетные места на IT-специальности. Это 6 разных отделений, которые готовят не только будущих программистов, но и специалистов-техников по разработке оборудования для IT-профиля. Кроме того, в университете впервые были набраны студенты по специальности «Социальная работа». Очень популярной становится сокращенная форма обучения. То есть ребята, у которых есть за плечами колледжа, стремятся поступить в университет. Насколько качественно, хорошо подготовлены бывшие учащиеся. И есть ли у них такая более лучшая мотивация, чем у тех, которые приходят просто после школы. Они выделяются среди студентов заочного факультета, они более мотивированы, они знают свою будущую сферу деятельности, свою профессию. Они уже имеют среднее специальное образование. Поэтому я считаю, что за сокращенной заочной формой обучения действительно будущее. Окончательные данные о точном количестве выпускников региона, поступивших в ВУЗы, будут определены только в сентябре. Пока известно, более 50% выпускников области получат студенческие билеты. 15 ноября возобновится приемная кампания ВУЗы. С этой датой до 20 декабря будут проводиться приемы абитуриентов в сельскохозяйственные ВУЗы на заочную форму получения образования. До 15 октября всеми ВУЗами страны завершится прием иностранных граждан, поступающих по собеседованию. Наталья Каприленко, Игорь Морищенко, Михаил Рабков. Новости недели.